Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, все чаще оказываются территорией заблуждений. Сенсационная теория происхождения жизни. 4 миллиарда лет назад Земля была сознательно заражена жизнью. Результаты поиска разумных цивилизаций. Если там жизнь зародилась, и если там она существует, мы для них муравьи. Расследование катастрофы НЛО. А вот этот инопланетный кусочек обшивки, вот посмотрите, что с ним делается, видите? Это трудно даже представить, но ежегодно на нашу Землю падает 100 тонн межпланетного вещества. В основном это мелкие метеориты, часть которых сгорает в атмосфере. Но настоящую опасность представляют собой астероиды и кометы. Они состоят из камней или металла и достигают сотен километров в диаметре. Что может угрожать Земле в ближайшем будущем и откуда дует смертельный космический ветер? Как минимум одна реальная опасность уже на горизонте. К Земле несется гигантский астероид. Его диаметр составляет 300 метров, а масса более миллиона тонн. Это в 100 раз больше, чем Челябинский метеорит. Названная в честь египетского бога мрака и ужаса карликовая планета Апофис, грозится врезаться в Землю со скоростью 45 тысяч километров в час. В пятницу 13 апреля 2029 года он пройдет очень близко от Земли. Вот что произойдет дальше, мы знаем, что пролетит мимо. То есть на точность наших вычислений такова, что мы точно знаем, что пролетит мимо в 2029 году. Но не можем точно предсказать изменение его орбиты. А это значит, что ученые не могут сказать точно, каковы будут последствия такого сближения. Апофис может всего лишь чиркнуть по околоземному пространству и засыпать нашу планету искрами Вселенной. Но если Апофис попадет в гравитационную ловушку Земли, то через 7 лет он может снова встретиться с нашей планетой. И тогда последствия будут действительно ужасны. Якобы в 1936 году он уже ударит по Земле. Это опасно, потому что он намного больше тунгусского материта. Единственное, что мы, конечно, не можем сейчас с такой точностью мерить. Поэтому и 1929 год все-таки предсказывается не очень точно. Год-то предсказывает точно, а вот как он пройдет от Земли. А 1936 тем более не точно, потому что там повлияет еще притяжение Земли в 1929 году. Так что, в принципе, эта опасность есть. Она может уничтожить человечество так же, как уничтожила динозавров. Не слишком оптимистичный прогноз, но, увы, достаточно реальный. Предполагаемое место падения Апофиса – полоса в 50 километров шириной. Она может коснуться края России, захватит Тихий океан, пройдет через Центральную Америку и закончится в Атлантике. 50 городов могут оказаться под ударом. Если Апофис упадет в океан, то образуется гигантская воронка примерно 8 километров в диаметре. В итоге, на побережье Флорида и Калифорния обрушатся 20-ти метровые волны цунами. Но если астероид упадет не в океан, а в район действующего вулкана или в литосферный разрез, то события будут еще более драматичные. Падение тела такого размера безболезненно пройти не может. Даже для людей, живущих очень далеко. Во-первых, образуется очень сильная волна цунами. При падении тел такого размера цунами будет очень сильной. Она бежит несколько раз вокруг Земли и практически все побережья пострадают. Будет выброшено в атмосферу очень много воды. Это приведет к изменению атмосферной химии. Это может вызвать сильные климатические сдвиги. Мало кому об этом известно, но вот уже несколько лет по заказу глав ряда государств ученые разрабатывают способы, как не допустить столкновения гигантского астероида с нашей планетой и уберечь человечество от вероятной гибели. Сегодня астрономы несут круглосуточное дежурство, фиксируя малейшие изменения в движении космического убийцы. Есть даже план, согласно которому к опасному астероиду предлагается послать ракету с ядерным зарядом. Взрыв может уничтожить опасный астероид или столкнуть его с орбитой. По второму варианту к Апофизу планируется отправить космический корабль Камикадзе, который выйдет на орбиту астероида и, пристроившись ему в хвост, утянет его за собой подальше от Земли. Ну а третьего варианта и вовсе захватывает дух. Теоретически возможно на астероиде установить гигантский солнечный парус. И таким образом, превратив Апофиз в космическую бригантину, отправить ее бороздить просторы Вселенной. Есть еще один экзотический проект. Просто покрасить астероид специальной краской с одной стороны. Краска толщиной всего в миллиметр по всей территории карликовой планеты изменит ее массу и уведет пришельца на миллионы километров. И все было бы хорошо, если бы кроме астероида Апофиза у нашей Земли не было бы других проблем. Увы, по мнению ученых, нам могут угрожать десятки космических тел, о которых наука пока даже и не подозревает. Мы знаем о том, что все-таки опасность для Земли существует, она есть, она будет всегда. Если завтра что-то будет, то фактически пока мы бессощитны. Но, слава богу, кроме одного астероида, а именно Апофиза, мы не знаем других опасных для Земли на ближайшие, там, ну, несколько десятков лет. Они могут появиться, это уж точно, они могут появиться. Пока мы их не видим, не знаем, не вычислили. А что касается Апофиза, то это отдельная задача. Надо сказать, что руководители ведущих государств мира в полной мере осознают опасность, грозящую из космоса. Однако, забыв земные распри, объединиться перед космической угрозой пока наш мир не может. Для глобальной защиты планеты необходимо три компонента. Наземная система слежения. Она есть только у США и России, но, увы, совсем для других целей. Надо понимать, что сегодня эти средства оптимизированы на совершенно другие задачи, на задачи военного применения. И для того, чтобы их перенастроить на решение задач, как раз обнаружения космических тел в дальнем космосе, конечно, нужны определенные доработки. Пожалуй, это кажется немыслимым, но еще в конце 19 века Константин Циолковский до деталей разработал идею пилотируемых полетов в космос. В 1897 году, когда в России и паровоз был в диковинку, ученый вывел формулу, связавшую скорость ракеты и ее массу и импульс топлива. А спустя шесть лет он доказал, что ракета есть аппарат, способный совершить космический полет. Надо сказать, что научное сообщество встретило эту идею с иронией. И это было объяснимо. На свою беду Циолковский пописывал научно-фантастические романы и философские работы. А это для физика почти приговор. Это сегодня выясняется, что работы Циолковского настолько точны даже в деталях, что их вполне можно принять за дневники современных космонавтов. Кстати, на вопрос, как там в космосе, многие космонавты сегодня так и отвечают. Читайте Циолковского, у него все написано правильно. Но откуда же гений все это знал? Вот откуда эти идеи? Больше 30 лет работы здесь не могу осознать. Много времени Циолковский посвятил проблеме выхода человечества в космос и общению с другими цивилизациями. Эта идея и сегодня некоторым кажется преждевременной. А сто лет назад ее откровенно считали фантазией. Что знал Циолковский об инопланетянах? Они великодушны, они гуманны. И существует вообще космическое сообщество. Как объяснить загадочные аварии на орбите? Мое мнение, что может этот умный метеорит и хотел с нами познакомиться. Отец космонавтики считал, что освоение иных планет неизбежно, поскольку цивилизации в глобальном плане грозит множество опасностей. Это истощение природных ресурсов, падение астероида, перенаселение, угасание Солнца. Циолковский полагал, чем выше в космос, тем нравственнее должен быть человек. Ученый будто бы был убежден, что инопланетяне именно такие. Он считал, что раз они высокоразвитые, могут влиять на Землю, значит, они обязательно добры, они великодушны, они гуманны. И существует вообще космическое сообщество. Так вот, человеку, чтобы в это космическое сообщество войти, даже выйдя в космос, ему обязательно нужно высоко подняться нравственно. Пока мы не поднимемся в нравственном отношении намного выше, чем мы есть, этого контакта просто не состоится на равных. А уж если входить в космическое сообщество, надо входить на равных. И тогда это даст еще новый импульс развитию науки, техники, искусству и так далее. Вот его план был на миллионы лет. В 1932 году Константину Циолковскому исполнилось 75 лет. Надо сказать, что эта дата широко отмечалась в Советском Союзе. К юбилею изобретателя даже решили издать соврание его сочинений в двух томах. Первая часть была посвящена технике. Это еще куда не шло. Партию, которая собиралась сказку сделать былью, полетами на другие планеты запугать было трудно. Но второй том был посвящен контактам с инными цивилизациями. И вот тут-то товарищи из ЦК призадумались. А ну как там у них на других планетах, у местного пролетариата окажется своя партия и свой гений всех планет и народов. В общем, от греха подальше и чтобы не смущать народ идеей космической многопартийности, Циолковского решили не печатать вообще, а ограничиться памятными наградами изобретателю и банкетом. В это сложно поверить, но современные космонавты могут подтвердить не только идеи Циолковского об ощущениях в невесомости, но и его теории насчет внеземного разума. Они видят на орбите странные вещи. Когда человек становится похож или входит в образ динозавра, начинает видеть и чувствовать что-то, вот это вот описан сюжет, который мне рассказывал мой товарищ, который летал и сам это ощутил на себе, вплоть до заблевающихся пластинок, лап своих в стаде, идущи по склону, куда-то гоняясь, пардон, за самкой, или переход в другие пространства, это все в течение одного сна, условно говоря, хотя это все было быстро, когда он был в средневековье, где-то рыцарские замки, что-то еще. Потом еще сюжет с выходом в будущее, где-то планета двумя солнцами, какие-то продвинутые люди в более развитой цивилизации. Все эти факты в Советском Союзе замалчивались. Но и до сих пор имена космонавтов не разглашаются. Было решено рассказать о странных явлениях в космосе лишь в начале 90-х годов. В это время готовился на длительный полет впервые американец Норман Таггард, он военный и врач большим опытом. Американцы делали очень короткий полет на шаттлах, тут впервые на станции «Мир» они начали летать почти на полгода. И я подумал, что будет парадоксально обидно, если он полетит, наткнется на эффект, в силу своей медико-летческой специфики, поймает, это все опишет и скажет, вот русские 30 лет летали толстошкурые, ничего не почувствовали, дубы, да. 20 мая 1991 года. 17 часов 30 минут. Съемка ведется из иллюминатора космической станции «Мир». Камеры находятся в руках российского космонавта Мусы Монарова. Это момент стыковки с кораблем «Союз ТМ-12», на котором пребывает 9-я основная экспедиция. На кадрах рядом с кораблем отчетливо виден странный сигарообразный объект. Он удаляется от модуля. Вначале космонавты предположили, что это часть конструкции «Союза». Однако от корабля просто нечему отделиться. Продолговатый объект вращается и меняет яркость. Мусы Монаров пытаются снять его в максимальном приближении. Сфокусироваться невозможно. Объект находится дальше 100 метров. Службы космической разведки всегда внимательно отслеживают весь орбитальный мусор. Во время стыковки «Мира и Союза-12» рядом не было никаких лишних предметов. Но что это было? Неужели инопланетный корабль? А вот свидетельства самих космонавтов. Владимир Коваленок. Дважды герой Советского Союза. Генерал-полковник авиации. Автор многих научных работ. Президент Федерации космонавтики России. На орбите провел 217 суток. 17 июля 1978 года передал с орбитальной станции «Салют-6» в ЦУП необычный репортар. 0014. В правом улюминаторе объект. Объект с увеличивающей яркостью проходил по отношению к нашему кораблю. Если бы мы имели понятие Земли, то где-то с курсовым углом так 20 на 200. Это форму вы его так не можете описать? Нет, видите, ярко звезды. Ярко звезды на уровне так теннисного мяча. В следующем полете Владимир Коваленок находился на станции «Салют-6» вместе с бортинженером Савины. 5 мая 1981 года произошло нечто совершенно необъяснимое. Я бросил когда взгляд в иллюминатор. Ну, я сначала и сам не поверил тому, что увидел. Рядом с кораблем по орбите Земли летел странный предмет. Объект имел форму челнока или дыни. Впереди на нем был полупрозрачный конус, будто футляр. Командир Коваленок окликнул борт инженера Савиных, чтобы тот передал фотоаппарат. Пока тот искал его, НЛО видоизменился. Я начал наблюдать, что этот объект начал, если он был в такой форме, он начал как-то вот здесь по центру сужаться, делать такую осиную талию. И когда Виктор Петрович подошел, значит, произошел двойной взрыв. Овальный объект разделился пополам, и дальше летели уже два шара, соединенных перемычкой. Владимир Коваленок сделал запись в бортовом журнале и зарисовал необычное явление в дневнике. Все наблюдение длилось три минуты. Позднее космонавт сопоставил время происшествия с данными Земли. Так вот, в это время 16.52, 16.54-55, аппаратура Рябина зафиксировала довольно-таки сильный всплеск радиации. Вот, откуда она взялась, это уже, наверное, никто не узнает, кто прислал этот нам привет. Зафиксированная космонавтом в бортовом журнале так и осталась загадкой. Так же, как и гибель орбитальной станции «Алмаз-1», которая была запущена в космос 3 апреля 1973 года. Она развалилась на три части. Официальная версия попадания метеорита. Однако, за всю историю космонавтики метеорит лишь однажды проделал небольшую дыру в солнечной батарее станции «Мир». А уничтоженный корабль «Алмаз-1» был как будто аккуратно распилен на ровные куски. Моё мнение, что может этот умный метеорит и хотел с нами познакомиться. Вы понимаете, о чём я говорю? Павел Попович. Легендарный космонавт из первого отряда. Проходил подготовку вместе с Гагарином. Один полёт он совершил на корабле «Восток-4» в 1962 году, второй на корабле «Союз-14» в 1974. Всего дважды Герой Советского Союза провёл на орбите около 20 суток. Я лично сам единственный раз встречался с чем-то непонятным, что мы объяснить не могли. Но это было не в космосе. Космонавту довелось наблюдать НЛО из иллюминатора пассажирского самолёта. Павел Попович летел из Вашингтона в Москву. И вдруг я обратил внимание, взглянув в иллюминатор, о том, что мы летели на высоте примерно 10200 метров. Выше нас, где-то тысячи на полторы, параллельным курсом, летит треугольник. Прямо правильный треугольник. Треугольник равнобедренный. Очень ярко-ярко белый. Этим рейсом возвращалась делегация Академии наук. Учёные следили за светящимся треугольником и строили версию. Объект обогнал лайнер и скрылся из виду лишь через час. Но пассажиры так и не определили, что это было. Неопознанный летающий объект. То есть неотождествлённый. Ни с чем его нельзя было сравнить. На самолёт он абсолютно не похож, потому что треугольник. Самолёт так не может. Что это было? Учёные так и не нашли ответ на этот вопрос. А между тем, сенсационную новость недавно сообщили астрономы. Они объявили, что обнаружили во Вселенной ещё одну планету, на которой теоретически возможна жизнь. Эта планета находится от нас на расстоянии 20 световых лет, в созвездии весов. Её звезда меньше и холоднее нашего Солнца. Но сестра Земли находится гораздо ближе к своему Солнцу. На ней оптимальное соотношение тепла и света. А значит, на ней должны быть все условия для существования разумной жизни. Где во Вселенной искать братьев по разуму? Если там жизнь зародилась, и если там она существует, мы для них муравьи. Как выглядит природа иных планет? На других планетах растения могут иметь совершенно другой цвет. Астрономы назвали сестру-близнеца Земли Глизе 581-G. Эта планета такого же размера, как и наша, но втрое тяжелее и в 10 раз быстрее совершает оборот вокруг своей звезды. Год на ней длится 37 земных суток. Там есть атмосфера. Если там разумная жизнь, человечество узнает уже в следующем году. На орбиту отправится новый космический телескоп «Джеймс Уэр». Он позволит точно определить, есть ли на планете Глизе 581-G вода, растительность и следы цивилизации. Вот человек, который открыл первую живую планету. Это знаменитый профессор астрофизики Стивен Вокт. Он считает, что на двойнике нашей Земли существует жизнь. Однако самый сенсационный вывод астрофизика заключается в том, что с большой долей вероятности на планете обитает разумная цивилизация, причем во много раз опередившая нас, землян, по своему уровню развития. Этот вывод основан на том простом основании, что планета намного старше Земли, а значит, у ее обитателей было больше времени для развития. Интересная ситуация тем, для проблем у неземных цивилизаций, что возраст этой системы 8 миллиардов лет. А нашей Солнечной системе 5 миллиардов лет. Следовательно, понимаете, времени для того, чтобы образовалась цивилизация, нам хватило 5 миллиардов лет, а там 8. Если там жизнь зародилась, и если там она существует, мы для них муравьи. Понимаете? Хотя, может быть, им интересно будет с нами, так сказать, общаться, но тем не менее, они на высочайшем уровне находятся, если, опять-таки, они смогли сохранить свою цивилизацию. А вот и самая свежая новость, которую подарила Земля эта далекая планета в созвездии Весу. Недавно астрономы зафиксировали на ее поверхности две мощные вспышки света. Что это может быть? Научный мир ликует, но теряется в догадках. Расстояние слишком велико, чтобы понять их природу. Или это попытка связаться с неземной цивилизацией, или это войны ядерные, или это просто вспышки на Солнце. Много лет было принято считать, что Земля единственная во всей Вселенной. Но последние открытия науки ставят этот тезис под сомнение. Как обстоит дело на планетах вокруг других звезд? До недавних пор астрономы этого не знали, поскольку аппаратура вообще не позволяла их обнаружить. Лишь только недавно, когда появились орбитальные телескопы, выяснилось, что многие планеты вокруг своих звезд за пределами Солнечной системы мало чем отличаются от Земли. Те же размеры, та же температура и те же условия существования. Почему же на этих планетах не может быть жизни? Любопытно, что на сегодняшний день официально зарегистрировано 780 планет, на которых, скорее всего, существует жизнь. И это не фантастика, а научный факт. При том разнообразии миров и планет, которые существуют во Вселенной, безусловно, жизнь во Вселенной не может быть уникальным явлением только для Земли. Ученые попытались рассчитать вероятное количество разумных цивилизаций во Вселенной. Известный американский астрофизик Фрэнсис Дрейк предложил математическую формулу подсчета. У него вышло, что не менее 10 тысяч миров населено высокоразвитыми расами. Астроном Карл Саган считал, только в нашей галактике обитает не менее миллиона видов инопланетян. А Джон Ора, знаменитый исследователь комет, думал, что разумных не более сотни. Но где же они обитают? Мы закладываем гипотезу найти такую жизнь, похожую, как у нас на Земле. То есть белковую жизнь найти. Здесь во главе угла стоит углерод и его связи, углеродно-водородные связи, которые дают возможность нам слепить те молекулы, которые необходимы для жизни. Так вот, если взять такую основу, то для такой жизни необходима жидкая вода. Вода должна быть в жидком состоянии. И отсюда родилось такое понятие, как зона жизни вокруг каждой звезды. Недавно астрономы представили миру, как, по их мнению, может выглядеть жизнь на других планетах. Часть ученых считает, что эволюция во Вселенной протекает по единому сценарию. В глубинах космоса могут быть планеты, где жизнь развивалась так же, как на Земле. Однако зародилась раньше или позже. Один из самых выдающихся ученых современности, британский физик и космолог Стивен Хокинг, разработал целую теорию форм жизни на разных экзопланетах. Он заявил, принимая во внимание размеры Вселенной, маловероятно, что Земля — единственная из планет, на которой в той или иной форме появилась жизнь. Надо сказать, что на статус обитателей иных миров претендуют, как ни странно, прежде всего бактерии и грибы. Наука вообще считает грибы первыми организмами, заселившими Землю. Известно, что грибы попали на нашу планету полтора миллиарда лет назад, потому что вполне способны пережить космическое путешествие. Простейшие грибы выдерживают температуру абсолютного нуля. Более того, это единственные известные нам организмы, которым не нужен свет. Они могут добывать энергию из любого вида излучения. Но где же они все-таки зародились? Возможность существования грибов на других планетах, я думаю, это неизбежный вывод. По крайней мере, в моем сознании. Некоторые экзопланеты могут иметь и растительный покров. Цвет и внешний вид растений зависят от спектра звезды и атмосферы планеты. Они могут быть и гигантскими, и микроскопическими. Астрономы предполагают, на планетах, которые вращаются вокруг молодых звезд с более интенсивным излучением, растения будут голубого цвета. Возле старых, остывающих звезд деревья и трава будут черными. А в планетных системах звезд класса М, подобно нашему Солнцу, которая находится в середине своей жизни, растительный покров будет столь же многообразен, как и на Земле. На других планетах растения могут иметь совершенно другой цвет, нежели на Земле. И там могут действовать совершенно другие принципы, потому что зеленый цвет наших растений связан прежде всего с хлорофилом. Между тем, если другое солнечное освещение или освещение от звезды, которое есть на планете, ну, хотя бы даже на том же Марсе, мы могли бы предположить, что растения там имели совершенно другую цветовую окраску, чем у нас. И они могли быть и черными, и красными, и синими. Внеземные грибы и растения могут стать чьей-то пищей. Отсюда не исключено, что есть миры, населенные насекомообразными разумными существами. В истории Земли был период, когда насекомые были самыми высокоразвитыми ее обитателями. Более того, они имели гигантские размеры. Причиной тому был иной состав атмосферы. Кислорода было больше на 20%. В атмосфере планеты насекомых тоже, скорее всего, будет много кислорода. Все остальные характеристики не столь важны. Эти создания могут приспособиться к любой силе тяготения, уровню радиации и перепаду температур. Что нужно летающим тарелкам в нашем небе? Мы шли без позывных, без отзывов. И шли массово, шли группы. Из чего состоит корпус зонда пришельцев? А вот этот инопланетный кусочек обшивки, вот посмотрите, что с ним делается, видите? Впервые планета с атмосферой, где присутствуют кислород и водород, была обнаружена в 2004 году с помощью орбитального телескопа «Хаббл». Она находится в созвездии Пегаса на расстоянии 150 световых лет от нашей Солнечной системы. По предварительным данным, эта планета представляет собой горячий газовый гигант размером чуть более известного нам Юпитера. В каталоге она носит позывные HD-2094-58B. Но ученые дали ей другое имя – Осирис. Ее поверхность состоит из горячих газов. Возможно, у нее, подобно Земле, есть железное ядро. И по невыясненным до конца причинам из атмосферы Осириса с большой скоростью улетучивается водород. Ее даже прозвали испаряющаяся планета. За Осирисом тянется шлейф из атомов водорода. Также в атмосфере Осириса был обнаружен водяной пар, углекислый газ, метан и многие другие известные на Земле соединения. Это местечко – настоящий ад. По словам известного астрофизика из Бельгии и Лабранда фон Людвигера, перепады температур там составляют от плюс тысячи до минус двухсот градусов по Цельсию, что рождает настоящий супершторм. Ветер на Осирисе дует со скоростью десять тысяч километров в час, поэтому, наверное, вряд ли там существуют привычные нам формы жизни. И все-таки концентрация кислорода в нижних слоях там такова, что гигантские создания, вроде членистоногих, чувствовали бы себя там прекрасно. Спутник Юпитера Европа хранит некую тайну. Именно на нее обращают свой взор искатели внеземных цивилизаций. Это полноценная планета размерами чуть меньше нашей Луны. Поверхность Европы сплошной ледяной кокон. Астрономы вычислили, что под ним гигантский океан, а вода – это условие существования жизни. Но там действительно под коржкой льда может быть вода в жидком состоянии. Это очень интересная ситуация. Тем более, что эта Европа движется опять-таки в сильном магнитном поле планеты, и она может подогреваться. Сенсационные данные передала космическая станция «Галилей», пролетавшая всего в 400 километрах от поверхности Европы. Радиодетекторы зафиксировали в океане под толщей льда движение. А звуковые сенсоры уловили исходящий оттуда свист. Аудиофайлы были подвергнуты на Земле компьютерному анализу. И результат стал величайшим открытием для ученых. Звуки из океана юпитерианского спутника оказались идентичны крикам земных дельфинов. В конце концов, мы же говорим, что дельфины, ну, один шаг остался до разума. Что есть речь, что есть индивидуальные речевые признаки, ну, то есть аналог земных имен. Они понимают друг друга, но им туда, вовне пока еще никак. То есть цивилизация не техногенная, не техногенная, но цивилизация может быть разум, не техногенный разум. Надо сказать, что данные миссии Галилей оказались настолько сенсационны, что американские ученые решились на сложнейший эксперимент. Сейчас в океанической лаборатории в строжайшей секретности морские биологи работают с дельфинами. Они включают под опытным дельфином запись космических звуков, записанных рядом со спутником Сатурна. Звуки, полученные в ответ, записывают. И следующий аппарат, отправленный к Юпитеру, будет транслировать их по радио в сторону Европы. Кто знает, быть может, совсем скоро мир узнает, что иной разум уже найден, и с ним можно установить контакт. 29 января 1986 года жители города Дальнегорска заметили в небе огромный огненный шар. Он пролетел через весь город прямо над головами испуганных людей и врезался в землю. Над домом в сторону тут прилетел шар красный параллельно земле. Не быстро летел. долетел до скалы на той сопке, подпрыгнул несколько раз и прыгал как мячик, не сильно быстро так подпрыгивал и потом там все загорелось. Сопка взорвалась. Зарево тоже было странным. Голубое сияние держалось около полутора часов. Геолог Валерий Двужильный сначала подумал, что в сопку упал метеорит. Однако на высоте 611 явно произошло нечто другое. не было кратера от падения небесного тела. А в скале осталась оплавленная дыра в полтора кубометра. Снег отсутствовал, то есть снег мгновенно испарился, то есть высокие температуры были. И вот это копоть и запах чего-то такого химического, как что-то сравнить между сжженной резиной и запахом дептера. И самого шара на высоте 611 не было. Вокруг лишь валялись странные металлические обломки. Валерий Двужильный собрал их для исследований. Он был уверен, произошло неудачное испытание военного аппарата. Но эту версию вскоре пришлось отбросить. Искать шар прилетела флотилия странных аппаратов. Ее зафиксировали военные и пограничники. Они шли без позывных, без отзывов. И шли массово, шли группы. В ночное время по всем показаниям полетов в то время не было. В тот день и обычного ночного время на такой высоте наши аппараты просто не летают. Это была целая эскадра из 36 объектов самых разнообразных форм. Главный корабль имел форму цилиндра и размер с пятиэтажный дом. Имелись огромные конусы, шары и тарелки с иллюминаторами. Все они шарили голубыми лучами по городу, будто что-то искали. Люди, случайно попадавшие в эти лучи, теряли сознание. Жители города были в панике. Объекты прочесывали Дальнегорск четыре часа подряд. Как допустим объект, который зависал до высоты 611, и по описаниям очевидцев как будто бы дожигал что-то лежащее на земле. То есть лучи, исходящие из корпуса этого объекта, из этой тарелки, они касаясь земли вызывали вспышки. То есть повисев некоторое время, обработав поверхность, обработав место падения, этот аппарат ушел. Владимиру Зореву было поручено расследование инцидента по линии КГБ. Делом особой важности интересовались на самом верху. Все данные отправлялись сразу в Москву. В итоге спецслужбы пришли к шокирующему выводу. Потерпевший крушение автоматический зонд и прилетевшие корабли не принадлежат ни одной из стран мира. Наезд научно-исследовательских работ, которая была в 89-м году проведена военно-воздушная академия имени Гагарина. В качестве одной из задач ставила в разработку методик по определению принадлежности летательных аппаратов, неопознанных летающих объектов НЛО позитивным или негативной цивилизацией к цивилизациям темным или светлым. Конструктивно ли по отношению к человечеству относится эта цивилизация или деструктивно настроена. Валерий двужильно изучил обломки странного шара. Они сделаны из молибдена. Однако такой молибден изготовить пока невозможно. По микрозондовым анализам это сверхчистый молибден. В земных условиях сверхчистый молибден не является конструкционным материалом и не используется нигде кроме как добавок. А вот это наш советский молибден. Кусочек нашего советского молибдена. Вот мы попытаемся сейчас выяснить притягивается ли он магнитом. Нет конечно. А вот этот инопланетный кусочек обшивки посмотрите что с ним делается. Видите? Стоит отметить что жители Швеции в 56 году увидели ровно то чему совсем недавно стали свидетелями жители Челябинска. Яркая вспышка оглушительный взрыв ударная волна и небесный огонь спустившийся с небес. К счастью оба случая не нанесли нашей планете ощутимого ущерба. Однако случаев когда падение астероидов приводили к изменениям планетарного масштаба достаточно. Астрономы наблюдающие за звездным Вся Вселенная расчерчена смертельными трассами блуждающих космических странников. И каждый из них не вписавшись в поворот рано или поздно обязательно врежется в какую-нибудь планету. Она содрогнется от удара и либо погибнет либо на всю свою космическую жизнь получит уродливый шрам. На Марсе на Луне на Меркурии то есть на планетах которые либо лишены атмосферы либо обладают очень малой атмосферой как Марс слабой атмосферой вот эти самые следы падения видны довольно четко хорошо. Луна это вообще журнал можно сказать космический журнал на котором записаны следы падения тел за миллиарды лет. Научно доказанный факт. 65 миллионов лет назад астероид размером 20 километров поперечники рухнул в место сегодня известное как Мексиканский залив. От удара образовался 200-километровый кратер Чиксулу самый большой на планете. При падении такого тела образовался огромный такой огненный фонтан излучение от которого вызвало массовые пожары на расстояниях до 2-3 тысяч километров от точки удара. Как защитить планету от удара из космоса? По мощности эти тела сравнимы с самыми крупными ядерными бомбами. Где летают астероиды-убийцы? Их сейчас открыто около 7 тысяч потенциально опасных для Земли. Сегодня ученые составили модель падение того камня из космоса. Это был настоящий Армагеддон. В одночасье планета была охвачена огнем. Горели все леса. Тучи пепла не пропускали солнечный свет и Земля погрузилась в адский мрак. Было выброшено огромное количество в атмосферу во-первых раскаленных обломков. Они начали разлетаться по всей Земле по сути поскольку скорости огромные то есть они как по траекториям как баллистические ракеты буквально за 40 минут достигли даже противоположной стороны Земли. То есть вот эта раскаленная масса всех объектов выпала на разных районах Земли и начался всемирный пожар. Доисторические рептилии сгорали живьем. Тонули в наводнениях. Падали в пропасти. Выжить не смог никто. Ось Земли пошатнулась. И тогда навсегда изменился климат. С лица планеты исчезли динозавры и остальные доисторические животные. Погибли леса, пища для динозавров. То есть это было глобальное возмущение всей экосистемы. За одно только 20-е столетие произошло несколько серьезных столкновений астероидов и метеоритов с Землей. 1908 год. Падение Тунгусского метеорита. В 1930 году крупное небесное тело упало в бассейне Амазонки. Были жертвы среди населения. В 1947 году метеорит упал на территорию Приморского края в западных отрогах Сихот и Алиня. По дороге к Земле метеорит рассыпался на сотни тысяч обломков и выпал огненным дождем. Если бы такое тело как Тунгусский метеорит упал на Москву то Москвы не стало бы. Но это 50 метров. Соответственно больше уже начинаются страны а не города. Странное совпадение. Но ни один из этих камней не рухнул в центр мегаполиса или на ядерный реактор. Что бесспорно привело бы к частичному уничтожению цивилизации. Действительно тут будешь верить Богу потому что действительно как-то спасает пока все человечество. Смотрите все крупные небесные тела которые в последний век рухнули это Тунгусский метеорит Метеорит Витимский Метеорит и Сихоте Ангельинский они все упали в такие места как нарочно природа выбирала такое место куда бы шарахнуть делали людей поменьше живет. Ученые предпочитают не распространять эту информацию но теоретически крупный метеорит может столкнуться с нашей планетой в любой момент. Правда рассчитать это время и предупредить человечество о грозящей катастрофе ученым по силам и такие расчеты есть. Оказалось что математическая вероятность падения астероидов подчиняется очень простым законам. Тела размером километр падают примерно раз в миллион лет. Такие тела вызывают региональные катастрофы и могут уничтожить среднюю европейскую страну. Тела размером 100 метров падают примерно раз в 100 лет. По мощности эти тела сравнимы с самыми крупными ядерными бомбами которые сейчас есть на земле поэтому падение такого тела может привести к гибели целого мегаполиса. Выходит что пока глобальная катастрофа нашей планете не грозит но это не значит что землянам нечего опасаться вокруг земли роятся сотни тысяч астероидов и даже несмотря на их сравнительно небольшие размеры они могут представлять значительную опасность потому что вероятность столкновения с ними достаточно велика а последствия непредсказуемы между тем мало кто знает что уже сегодня наши ученые точно могут ответить на вопрос какие именно астероиды представляют для нашей планеты угрозу и примерно когда это может произойти ну вот они называются потенциально опасными для земли а их сейчас открыто около семи тысяч потенциально опасно для земли и продолжают открывать сегодня не желая напугать жителей земли тревожной информацией о грядущем абокалипсисе учеными тем не менее детально просчитана ситуация которая может сложиться в случае падения на землю такого потенциально опасного астероида если падение придется на безлюдную часть планеты особого ущерба мы не почувствуем но если взрывная волна зацепит хотя бы часть техногенной инфраструктуры планете человечеству будет очень непросто в этом случае происходит выброс огромное количество пыли пепла пожары начнутся цунами землетрясения начнутся процессы подобные ядерной зиме ядерная зима так ученые назвали изменение климата после атомной войны эффект отпадения астероида будет таким же тьма и холод окутают землю почву прорежут черные сохшие трещины воздух превратится в ядовитую пелену ученые подсчитали что в этом случае солнечные лучи не смогут проникнуть сквозь нее и температура упадет до минус 50 все живое может погибнуть от переохлаждения голода и эпидемии предполагается что в этом случае людям все-таки удастся выжить однако известно что астероиды могут при определенном стечении обстоятельств стирать с лица вселенной планеты и уничтожать целые миры и вот вам пример небесные тела вокруг нашего солнца находятся на орбитах согласно строгой закономерности между Марсом и Юпитером должна быть еще одна планета но ее там нет принято назвать эту планету Фаэтон по основной научной теории пятая планета погибла еще на заре формирования системы по размерам и массе она вдвое уступала Земле орбиты нашей планеты и Фаэтона были наклонены относительно друг друга так что возникала угроза столкновения и однажды это произошло согласно основной научной концепции в истории солнечной системы в самом начале был период называемый великой бомбардировкой опасное время когда столкновения планет со стероидами были самым обычным делом но орбиты всех планет тогда тоже были немного другими и не вполне устойчивыми Фаэтон подошел слишком близко и Земля захватила его в гравитационную ловушку оторваться он не смог так как был меньше по счастью траектория движения планет совпали не полностью Фаэтон только коснулся поверхности Земли наша планета пострадала не сильно предполагают что это остатки той самой планеты Фаэтон которая взорвалась и вот от этого Фаэтона отделилось множество астероидных тел причем разнокалиберных разноразмерных которые некоторые представляют себе метеоритные варианты т.е. твердые тела из железа из различных скремния и так далее а фаэтон разорвало на куски но есть и другая гипотеза планета фаэтон погибла от столкновения с неизвестным космическим телом прилетевшим из внешнего космоса в результате на пятой орбите от солнца остался только пояс астероида как утверждают ученые гибель планеты фаэтон не могла не отразиться на судьбе ее ближайшего соседа планеты Марс в 2000 году в Антарктиде был найден метеорит который 13 тысяч лет назад прилетел с Марса этому марсианскому гостю 16 миллионов лет анализ тела метеорита свидетельствует что он был сформирован в результате какой-то грандиозной катастрофы не исключено что именно тогда в космических муках и погибла прекрасная планета фаэтон а на Марсе прекратилась жизнь и красная планета последний раз брызнув во вселенную метеоритными слезами превратилась в ледяную пустыню это была территория заблуждений я желаю вам космического счастья вселенской удачи и вечной любви но прежде чем попрощаться скажу что недавно в издательстве эксмо вышла вот такая книга под оригинальным названием территория заблуждений книга уже в магазинах но если кому не хватит звоните пишите мы что-нибудь придумаем до встречи в следующий вторник но не в 20 часов как это было раньше а на час позже запомните территория заблуждений теперь выходит в эфир в 9 часов вечера с вами был Игорь Прокопенко но не переключайтесь потому что сейчас вас ждет пища богов игорь Прокопенко